Добро пожаловать на курс геймдизайнера и в этом уроке мы собственно занимаемся геймдизайном проработки теории и осознание того что хочется на тему рынка и библиотеки с рынка все довольно просто с библиотекой немножко сложно то есть мы должны проработать не только визуальный дизайн но и под механики и построить под наш город а давайте начнем с рынка у вас есть определенная площадь если мы откроем наш пейнт у нас есть вот город сама главная площадь и есть у нас и забывком порядке находится у нас вот здесь вот таверна здесь у нас слот под домики домики и вот здесь у нас будет рынок сам сам рынок то есть у нас есть некая площадь и как мы хотим видеть этот рынок вот вопрос в том я предполагаю что мы сделаем по бокам торговой лавки npc торговой лавки npc может быть вот так вот нет этого хватит их можно в принципе поделить по каким-то группам а можно в целом не делить можно сделать рандомные лавки нпс будет приходить и занимать ту лавку которому нравится то что касается игроков вообще план делаем я что хочу грина и 2 я что-то хочу чтобы она выглядела вот так вот давайте может иди уходим посмотрим рынок для чайников одевание нам сейчас пояснит нам видео не нужно нам нужно чтобы понимали есть некая площадь видите здесь тоже какая-то площадь на рынке есть и на ней люди сидят торгуют видите мы подход подходит чулакой может купить него это товар то есть примерно так я хочу сделать есть примерно пример примерно пример роднорог и вот тут чуть-чуть получше это все выглядит поприличней хоть и игра старее примерно такое видите вокруг есть лавки где будет им все стоять и есть рынок где стоят игроки но я хочу что-то какой-то вроде так рынок и он стенки и он он и он и и и в айоне вот такой прилавок открывается человек садится открывается вот такой прилавок и я что-то хочу похоже сделать чтобы человек сел у него открылся и лавок картинок нет поет то есть вот он садится на стол у него появляется какой-то флаг и надпись такого я не можно в принципе везде это открыть лавку то есть суть понятна вопрос как это все нумеровать потому что игроки будут везде садиться например на этой площади торговать надо определить и будут у нас товар может разделить определенную зону рынок например доспехов оружие еды если мы сделаем по разграничения как бы другая проблема у игрока разные товары например доспехи и еда есть куда ему идти в доспехе или в еду и начнется хаут там посмотрим у нас есть оружие доспехи ювелирка еда зелень я просто думаю это такой простой процесс думаю ну ювелирка понятно кольца бижутерия да возможно еду надо продавать в таверне давайте сделаем не еду изделие а расходники расходники и получается у нас есть 44 группы мы можем условно поделить все территории на 4 вот у нас есть здесь зона тут зон мы можем поделить на 4 таким образом и будет у нас оружие доспехи и ювелирка расходка уже доспехи и влевка расходка цел в целом так но у нас есть площадь основная у нас находится площадь тоже сказать вот здесь находится площадь здесь для соло игроков для здесь для онлайна онлайн игроков все правильно ну да в целом близко находится здесь мы сделаем обязательно расходку потому что первую очередь на расходка уже оружие оружие доспехи и ювелирка ну в целом да ну в целом тут у нас можно будет сделать механику что типа пару топовых мест можно типа лучших торговцев лучшие торговцы будут занимать места где-нибудь здесь но их немного типа можно по каждой категории вы вытащить и игрок с большим количеством денег примеру торговец нет это будет отдельный класс торговец который имеет скилл торговля то есть торговать может каждый но например обычный игрок может там три четыре позиции торговцы это будет больше позиции топовый игрок определенной категории он может открыть прилавок здесь и здесь в принципе самый богатый можно сделать какую-то арендную плату арендную плату что допустим есть место оно сдается сдается по аукциону по аукциону и сдается тому кто больше как бы заплатит за это место наверно так лучше делать да что же real life такую механику и после старта игры там например через неделю или две можно запустить покупает условно место на неделю через неделю новый аукцион тогда эти топовые места все захотят любить и возможно ценник будет вообще невыгодно брать хотя ладно пусть уменьшает аутсот аутсот кто-то купит пусть покупает красиво здесь товары будут дороже чем-то тоже берет не придется ну вот так или сделать не аукцион или игрок который продал больше товаров например топ топ игрок продал больше товаре ему дается возможность торговать не я буду в роли мэра который сдает площадь пусть игрок платит за эту стойку определенного в казну города на которой в принципе содержится город охрана там это базовый базовый писи зарплат получает они должны получить должны может сделать какой-то отдельный бюджет города под механику мэра города да и он может например снизить цену хотя не прикрут снизить цену если будет аукцион аукцион придет тому листом сделать три места все будут торговаться за него он будет дорого ходить в этом проблем пока механики такой нет мы не будем в принципе это сделано заделка под будущее торговые места и побольше конечно есть сломан так ну вроде с этим понятно другом понятно давайте мы сохраним это и загрузим и 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 в таверне должно быть спальни, у меня по-моему есть такой ассент вот смотрите отлично, давайте мы посмотрим, по-моему у меня вот здесь вот есть и не то что не доделаю стираем библиотеку надо подобрать эти ассеты магическая академия пойдем блин, в блог, что я запустил клиент, потому что распаковку можно открыть ненавиду м да 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Проблемы с памятью Добавил субтитры DimaTorzok 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 значит в ней должен быть просторный зал затем мы делаем стеллажи вот так будет зеркальная стеллаж части вожей здесь уложили здесь у нас будут столы и можно заниматься это в несколько этажей подразумевает библиотека для чего у библиотеки во первом библиотеке будет идти сюжет на линии здесь будет какой-нибудь условно офис полима часть у нас офис на первом этаже административных мне будет сидеть директор библиотеки где будет идти сюжет на линии он будет рассказывать про этот мир что произошло также игроки они будут качать науки в этой библиотеке некоторые науки будут прокачиваться в этой библиотеке как это происходит а есть система и фонлайн и и и и и и давайте его нет это что-то и снег здесь корабли не интересует и фунлайн 3 тыкаю сюда скилл 3 мобс у нас есть схема прокачки смотрите довольно сложно интересно допустим есть майнинг или трейд чтобы торговать смотрите я покажу скиллов чтобы торговать нам нужно видеть кучу скиллов что такое что дает уменьшение налог на транзакции 11 за уровень и снизить плату за перерегистрацию на 10 за уровень то есть ты регистрируешь на аукционе например на три дня плачешь определенную неделю больше и когда у тебя время кончать это не просто товары перерегистрации увеличить количество не выполнить контрактов на 4 за уровень контракты сократите комиссионные брокера на 10 за уровень то есть вы еще брокеру поплатите увеличить количество не выполнить контракт на 4 за уровень контракт уменьшите стоимость снижать ставку налога на таможне на 10 процентов за уровень продавать товара удаленно маркетинг есть короче есть разные скиллы у них есть зависимости армор раз управление гильдии например вот есть дроны у нас есть броня и у нас есть механик например 5 он открывает доступ к капитальным ремонт системы а чтобы открыть этот доступ нам нужно механик 5 нужно армор визит физико ладит зависимости скилов сделал и мне очень нравится очень круто сделал и поэтому свой выше потому что у меня не хватило памяти как дело в библиотеку то есть что мы можем сделать игрок приходит сюда и прокачивать скиллы чтобы прокачать скилл нужно пить определенную книгу изучить теорию это будет базовое обучение по всему тебе нужно выбить книгу кайф онлайн и потом прокачать например нужны определенные очки соответственно мы что делаем мы допустим имеем базовые скиллы баз скилл баз скилл у персонажа и допустим игрок качает сморт сморт и он у него есть на все баз скилл и один уровень дает плюс один атаки допустим плюс один левел это нужно для библиотеки механику библиотеки всего пять уровней пять уровней дальше он хочет взять адвансы 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 сморт адвансы который допустим он требует то есть его просто не прокачаешь нужно сначала опять прокачать этого потом будет адвансы адвансы сморт и как же качается адвансы адвансы скилл по скилл мы просто мы просто бьем мобов бьем мобов и получаем экс экскуда но здесь на 20 скилл во первых нам нужно купить книгу покупаем книгу либо выбиваем то есть книги падают и свой персонально строишь из этих книг покупаешь книгу допустим он купил давайте так вот сделаем покупаем книгу и прокачивать прокачка зависит от двух вещей первое первое это экспас мобов экспа с мобов и плюс изучение теории то есть теория и допустим тебе чтобы шел опыт тебе нужен запас теории который ты набираешь давайте сделаем давайте сделаем теорию сто экспы сто экспы сто экспы для прокачки на следующий уровень и мы как делаем мы делаем после покупки книги мы изучаем теорию x допустим у нас есть также 100 и практику x 100 мы можем как делать игрок как берет он может отсидеть полностью прийти теория набрать 100 а практика у него будет 0 потом он будет дальше и набивать и набивает xp practical и когда у него будет здесь 100 он соответственно сделать next level либо может наоборот практику да и теория 100 может он разделить по 50 например тут набрал практики пошел 50 изучать теорию мне кажется прикольная тема книжки будут на вес золота выпадать их нужно будет торговать то есть это ценный ресурс который требуется на обмен их можно будет найти в сокровищнице подземелья в самих сокровищницах понятно понятно то есть здесь он будет приходить в эту библиотеку изучать его типа в fk режиме либо у него будет выбор пойти баню что дает баня что будет давать у нас есть баня где работает эффект отдыха баня на жизнь баня чё как сделать раньше баня давала просто она что дает очки баня дает очки отдыха как работает очки отдыха я уже рассказывал например всего есть там допустим 1000 очков отдыха которые ну зарабатываются за 8 часов например за 8 надо типа придумать определить число что допустим у задрота было преимущество если он играет на 16 часов перед человеком которые но не совсем большого то есть как рассчитывается отдых допустим задрот играет 16 часов за эти 16 часов он может получить возьмем 1600 опыта условно но у нас есть не задрот который играет 4 часа не задрот 4 часа рабочий чувак работяга 4 часа и он получает 400 опыта за 4 часа однако он может восполнить эффект отдыха если он поиграл 4 часа и выходит оффлайн и он начинает копиться эффект отдыха работяга у нас есть 8 12 часов разницы надо как-то ему помочь набрать экспорт и работяга у нас играет 4 часа и выходит когда он выходит у него начинает включаться потяга оффлайн эффект отдыха он у нас включился и сколько мы ему можем дать но у задрот должно быть преимущество потому что смысла нет если например мы допустим дадим что за то есть 24 часа играет за 20 часов у него условно там убирается давайте сделаем так если чувак играет 12 часов и более он ничего не получит получается работяга 16 часов играет 8 часов спит то ничего не получит значит эффект отдыха будет сказать распределён по большему частью времени тут либо сделать что эффект отдыха включается через через 8 часов плюс активация либо надо просто распределить вот у нас чувак поиграл четыре часа и следующий он восемь часов спит потом восемь часов там не знаю работает условно да и то есть надо распределить на 20 часов опыт во-первых мы не хотим давать офф преимущество чувака у задрота должно быть преимущество 1600 допустим но он должен отдать например 800 очков опыта он может получить дополнительно значит 800 очков мы можем распределить на я надеюсь понятно я просто стараюсь озвучивать максимально понятно и следите за ходом мысли то есть сколько мы хотим дать очков если у него 400 есть у задрота 1200 преимущество я хочу дать не задроту еще 400 очков преимущество потому что все таки в четыре раза больше играл 400 очков преимущество он играет два часов можно разделить 20 часов 400 20 20 60 1200 минут и раздельно на 400 словно три очка в минуту словно три очка в минуту 3 очка в минуту когда задрот получится восемь часов восемь часов 8 часов 8 очка в минуту получается 8 очка в минуту получается 8 часов умножить на 60, то 1,480 минуты. А делим на 3, 160 очков. Вот так получается. Здесь надо еще определиться с цифрой. Если мы хотим дать 400, проблема в чем заключается? У нас есть сауна, которая увеличивает экспорт. Давайте мы по-другому сделаем. У нас есть баня на три части делится. Паверна, сауна, горячий источник. И опять. Паверна, у нас работает 15 минут. Приносит условно больше всего очков. То есть онлайн человек пришел и получает очки. За 15 минут нужно с цифрами определить. Затем есть горячий источник, который у нас 30 минут работает. Есть отель, который работает 8 часов плюс. 8 часов плюс. И вот этот параметр должен быть, в принципе, одинаковым. Как и для задрота, так и не для задрота. Чтобы задрот хотя бы на полчаса отходил в туалет. Фишка в чем? Паверна, допустим, дает... Давайте не 15 минут, а 10 минут сделать так. Мне нравится больше. И... Максимум, максимум очков опыт. Мы сколько можем получить. Это надо посчитать, сколько мобов мы убиваем. Сколько за моба дается. На моба, например, дается... Я не помню, сколько я давал по одному экспириенсу. Допустим, в час мы можем набрать условно 30 опытов. В час 30 опытов. Что надо на базе игры делать? Давайте определимся, что в час 30 опытов выбирают. Значит, задрот... 30 умножить на 16... Сделать 400... Задрот... 480 экспейт. Проботяга... Допустим, делает тоже... Он как бы в прошлом за до 30, но умножаем на 4. Делает 120. Потом идет... Они оба идут в таверну. На 10 минут. Им, например, за 10 минут начисляется экспа. 30 это много. То есть... Им начисляется примерно сколько, чтобы они 10 минут как будто не играли. Допустим, они не играют. Они могли играть. То есть 10 минут. Сейчас давайте посчитаем. 30. Получается, у нас за 2 минуты 1 очко. 2 минуты 1 очко. Надо, чтобы в таверне не было выгодно сидеть. То есть 2 минуты 1 очко. Значит, в таверне мы получаем примерно в 4 минуты 1 очко. 1 очко. 2 и 5. 2 и 5. В горячем источнике у нас должен быть параметр увеличен. То есть мы получаем не в 4 минуты, а, например, в 8 минут. Давайте мы увеличим 8 минут. Значит, 30 делим на 8 равно 3.75. 3.75. И здесь мы тоже увеличиваем на 16. Давайте отпеределаем за 8 часов. 8 часов умножить на 60. 480. Мы делим. 480 минут получаются. И делим на 16. 30 очков. 3.5. 30 очков. Но. Так. Из-за дрот его бы они получат по 30 очков. Но наш работяга не будет заходить. И будет заходить сюда 8 часов. И работяга получит дополнительно еще 30 очков. То есть 60 очков. Итого получается за дрот получает 480. 480. Плюс 30. Эти очки не будем считать, потому что они оба одинаково получают. К примеру. Уходит 510 очков. Проботяга получает у нас 60 очков. Плюс 60 очков. Уходит 180 очков. Получается где-то 180 очков. Против 510. У нас было 120 и 480. Типа в 4 раза больше здесь разницы. А сейчас разница у нас сократилась. Мы можем сделать... Чтобы этого сократить еще больше разницы, мы можем сделать, что... Ну ладно, пусть будет. Мы можем сделать, что после 8 часов очков больше идет. А допустим, после 8 часов у нас в час идет не 16 умножается, а снова на 8. Да, давайте сделаем, что 30 часов. Это у нас 30 очков в отель за 8 часов. 8-16 умножаем на 60, мы получаем 480. И делим на 8. 16-8 умножаем на 60 дополнительных очков. То есть у нас получается за 16 часов игрок получил 90 очков. 90 очков. И выходит, что работяга получает не 60 очков, а 30 и 90. 120 очков получается. Плюс 120 очков. 120 очков. Плюс 120 очков получается 240. И у нас выходит вот тот параметр, которым можно стремиться. За дробь 510 и 240. То есть у нас была разница. 480 разделить 120. То есть в 4 раза больше. Сейчас 510 разделить на 240. И мы сократили до 2 эдит. То есть мы оставили преимущество быть задротом преимущественней. Ты имеешь профит, но и не сильно отстает. То есть с 4 до 2 и нас этот параметр устроит. Как теперь работает? Как работает система наша? Сейчас я выслушаю. Еще скажу, что это формула. Это формула. Я с головы взял очень много переменных. Например, сколько в час получает. Сколько моба. То есть надо сначала сделать уровень. Потом идти смотреть, сколько задрот может за час. Благо я могу быть задротом, когда захочу. И являюсь задротом. Сколько за час, допустим. Я не скажу, что я мега задрот. Или слабенький задрот. Я думаю, что задрот выше среднего уровня точный. И в принципе на меня можно ориентироваться. Я еще играю за саппортов. И поэтому сюда подойдет. Я задрот, но я за саппортов. Я саппортов медленнее фармят. Поэтому в принципе подойдет расчет. Такой. И он должен скелиться расчет от того, сколько, какие есть уровни. Какие споты есть. Как можно фармить. Сколько сейчас задрот фармит. Отсюда идет. И потом можно выделить. То есть эта формула, она рабочая. Нужно будет менять цифры. Мы вот добились результат. 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 Мы можем очки потратить. Если придумал. Допустим у нас набрались очки. Те же 240 очков. И нам нужно прокачать либо теорию, либо практику. у нас есть теория есть практика и игрок сам получается мы делаем что он получает экспо если например пойдет теорию изучать то он будет 1 xp плюс активность плюс очки воды очки он плюс одну очку вода с 1 к 1 уйдет а не кончится очки он может быстро теорию пройти потом про то есть сам выбирает это такое африк африк а прокачка будет скажем при которой булочки отдыха пока тратится они не восполняется можно сделать комнаты например премиумы где-то быстрее прокачиваться какие-то в флк режиме вич и моменты ну да вот так и сделаем 11 плюс очков отдых и сколько очков отдыха мы например делаем то есть допустим мы делаем что после 16 часов будет ли их спайте давайте мы сделаем что отель 16 плюс нас плюс то есть у нас было бы здесь 16 очков потом 8 идет ускорение и здесь мы сделаем уменьшение сделаем например 32 очка 32 очка 32 очка минуту 32 минут допустим за 8 часов 8 можно 60 он получит всего 15 уменьшить на 4 сутки 65 будет а за дробь у нас фармит меру сейчас 30 опыт то есть а тут сутки шестьдесят как будто два часа поиграл наговато любит все 60 работа два часа поиграл то есть получается в сутки этот 120 получает 560 нет слишком многовато значит мы делаем здесь час 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 8 ночи 60 делить на 30 сладцы час сладцы это а теперь 180 поднимите на 90 минус очков с 8 до 16 а типа 30 60 очков 480, 60, 8, 8, 10. То есть у нас получается, если люди будут сидеть в АФК, и чтобы не грузить ресурсы с системы, с сервера, можно сделать отдельные комнаты с этим, с телепортом, да. Они должны быть в отдельном экстенции, чтобы комп не грузить, во-первых, во-вторых, игрокам не платить. 15 очков много, я думаю, что давайте сделаем 24 умножить на 60. Если он получает, например, за 4 часа 120, 30 очков, значит где-то за сутки он должен получать, наверное, 30 очков за сутки. 30 очков. Разделить на 30. 48 получается. 30 очков. И мы сделаем, что спустя неделю... 30 очков. Вот у него получается, он неделю, чувак не играл. У него за первый есть 30 очков, плюс 60 очков. 90 очков. Плюс 30 очков в сутки идет. Это значит, ну, возьмем 7, умножить на 30. Вместе 10, плюс 90. Получается 300 очков. Мы ставим, что максимально, максимально очков отдыха 300. То есть чувак не играл в неделю, заходит 300. И 300 это равно 10 часам игры. В целом. 10 часам. Это мотивирует его зайти, попробовать там что-то прокачать, что-то интересное. Условно. Потому что, например, какой-то скилл, он же не будет качаться... Он не будет быстро качаться. Например, там будет 24 дня надо будет качать какой-то скилл. Неделю. Понятно, там первый скилл 5 минут уровень. Второй скилл там 15 минут. Третий там, допустим, в 2 часа. Четвертый уже 8 часов. Пятый качается там неделю, например, вот так вот. А advanced skill-in уже начинается, например, с 4 часов. Последний уровень, там, примерно 20 дней качается. Вот так вот, например. Ну, в целом, вот так оставим. Вот. И чтобы люди прям конкретно не АФКшили, не только теорию набирали. Например, то есть, для чего эта система нужна? Во-первых, она мотивирует отдыхать. Чувак такой, ладно, я отдохну, я за сутки получу. То есть, он получает вот в сутки не играет. И 90 сразу получает. Задрот тоже получает 30. 30 очков и получает. Мне задрот получает еще 90 очков. Для задрота 3 часа игры. Хотя тут в сутки не играл. Да, мне, в принципе, этот баланс устраивает. Я думаю, для многих тоже. И человек такой, а, отдохну. Во-первых, мотивирует отдыхать. Потому что он все равно какой-то получает. Во-вторых, если его надоела игра. Он такой, блин, а у меня там уже щуки прокачали. Сдай-ка я зайду. Поставлю на теорию. Он играть не хочет. Но ФК ставит на теорию скилла. Набирает эксплу теорию. Допустим, отдал сто очков. И тут же ему надо проиграть. И тут задрот как бы не будет в обиде. В том плане, что... А задрот, скорее всего, он ставит 8 часов. И не будет спать. Он будет играть. А 8 часов ставить на теорию. Понятно? Он, скорее всего, так будет. У него будет идти теория. Он в любом случае выиграет. А такой, на чиле он раз поставил. Зашел такую игру домой. Пришел, не хочет кино. Смотрит же. Поставил на теорию. И сидит, занимается своими делами. Он приготовил и так далее. То есть это очень прикольная тема. Ты выбираешь, что делать. Мне очень нравятся системы отдыха. И базовая система про график. Экономные яйца. Теория и практика. Потому что выигрок очень не хватает. Для задротов. Я не могу спокойно сидеть. Мне нужно, чтобы перс прогрессировал постоянно. Типа теорию. Ты поставил в АФК. Он там теорию делает. Что-то долбит. То же самое с крафтом. Ты делаешь теорию. И, допустим, крафтишь доспехи. Делаешь теорию. Крафтишь доспехи. Пополам все это делится. И я буду распределять свое время. Я хочу активно играть. Я бегаю, играю. Раз мне надо куда-то отойти. Дай-ка я теорию поставлю. Мне стало там скучно. Или там спать я лег. Не хочу, чтобы комп работал. Я его вырубаю. Отправляю в отель. У него зарабатывают эти очки. По-моему, эта система довольно крутая. Давайте мы ее внесем в наш список. Я думаю, что, блин, мы сделаем это отдельно. Давайте… Вот так. терминайте гейм гибель а вот сюда тема скиллов тема скиллов и я хочу делать это будет штука да да тема скиллов стима шикарный шикарный получилось проработать систему воздуха системы скиллов то есть я понимаю чего хочу как хочу и что буду любить теперь мы под это дело должны будем собрать отель выглядит конечно как говно но мне понять главное чтобы и пишем и он блин круто поиграть хотели классное видео получилось осталось найти подобрать но я уже видел с 1 ну тут дело завал как строй библиотеку я уже буду показывать или тип библиотеки я вам сейчас покажу это видят и больно это должно быть крупное многоэтажное здание это 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 Вот библиотека и пираты из снега. Почему это? Вот. Примерно это вот так должно выглядеть, но стиль мне не нравится. Но вот здание, оно примерно такое же. Хотя должны быть индивидуальные комнаты для обучения. Ну вот я бы такой взял. Сет, наверное. И просто заменил как-то на более древнюю архитектуру. И сдобавил просто элементы восточные, и он обстал восточный. Вот, смотри, это выглядит. Ты заходишь сюда, изучаешь скиллы, типа, если что, надо добавить этажи, просто добавишь этажи. Можно сделать какие-то, типа, отдельные закрытые премиум комнаты. Где обучение происходит быстрее. И нет нагрузки на... В принципе, вот такое здание нужно, да? Вот вы поняли. Вот эти разграничения тоже очень классные. Здесь больше столиков поставили. Чтобы других игроков не было видно, и все это не так высоко. Да, мне нравится. В общем, вот такой крутой урок получился, на мой взгляд. Мастер-класс, скажем, по геймдизайну, где я прям доволен придуманной системой. Но система... Ну, не то, что придуманной, как бы. Там наворовал, тут наворовал, да, как художник. И в целом получилось очень круто. И вот у меня есть все эти заметки. Где мне все понятно. Я посмотрел, и... Все это нормально работает. Кстати, ссылка, вы также можете смотреть этот документ, пожалуйста. Половними шарки. Все это нормально. 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 Продолжение следует...